Добрые ранницы! Пытание реализации Державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безпека», так само ход выполнения директивы президента номер один, будут разгляджены на сёняшнем посаджении Гомельского облаканкама. По культу ситуация за реализацией потребований директивы номер один на мерах по захованию громадской безпеки и дисциплины на Гомельщине далекая от идеальной. У девяти районах, как недостатковая, оценивается работа по профилактике вытворчего травматизма. У двух районах означается несприяльное остановище по профилактике крадежоу в организациях агропромыслового комплекса. А про то, керівникам предприємства буде пропоновано приймать більш жорсткі меры у тем ліку звольненні займаємых посад за знаходженні работніку у стані оп'янення. Подробязністі глядіться у наших наступних выпусках. По три мільйоні рублів планується накеровать сьоліто у бюджет Гомеля от продажу земельных участков. Земельные аукційоны у областным центру проводять двойшу в месяц. Ці відповідає гэта потребуванням гомельчан, і ті може город отримувать більш прибытку от аукційонной дійності. Гэтамі питаннями зацікавіліся депутаты Городського савета. Настасья Кучинська протягнє тему. У відповідності законодавством землю з аукційонам у нашій країні можна набыть подбудовніцтва жиляці для коммерційного використання. У минулому годі у Гомелі земельные наделы таким шином купили 60 уласнікаў, все літа каля 70. Ми ведем, скажем так, плодотворно-эффективну роботу по формуванню земельных участков на аукційонные торги. По сравнению с прошлым годом, мы повысили данный показатель в числовом эквиваленте, скажем так, на 15%. В деньгах неденоминированных сумма составляет около 11,4 млрд. рублей. Значит, планируемая сумма продаж в этом году в доход бюджета от продажи земельных участков будет составлять около 15 млрд. рублей. Участки поджилёвая будовніцтва корыстаюцца павышным пабытам пабудаваць дому в городзе, дзе добра развіта инфраструктура, жадаючы хапая. Але знасті такі участок неапроста. Гомель шыльна забудаваны. С коммерційной землёй іншая справа. Тут пропанова перавышае пабыт. Большай жадаючы шукаюсь участки подбудовніцтва невялікі гандлёвых павільйонов. Буйныя аб'екты бяруць редка. Мэта сустрэча городскік депутатаў, супрацовніками земліупараткавальнае службы, бюджета ў гэтым падвоєная выгада. Сродкі адземільных аукційонов ідуць на апаляпшыня городской інфраструктуры, а новая коммерційна аб'екты ўносіць свою кладу еканоміку города. Если взять продажу земельных участка для различных целей через аукціоны, город Гомель занимает в республіке одно из первых мест. В целом, я считаю, что есть ещё над чем работать нашым службам. Есть много у нас голых пятен, как на території нашего города, которые по генеральному плану под те или иные цели предусмотрены. Их надо быстрее реализовывать. На сустрэчуў знімаўці яшы адно пытанні, якое хвалюю депутатаў. Згодна апошнім падликам, ў городзі 360 аб'ектаў, які не выкарыстовуюцца. Ці выкарыстовуюцца неэффіктывна, а маглі працаваць і папаўняць бюджет. Як выник сустрэчы, прапанова зарабіць інформацію об махчымастях набыцца аукціон на земельный участок, ці пустуючы аб'ект, бождаступны. Причым не толькі для Гомеля і Беларусі, але і для замежных бізнесменов. Трэба пашыраць асабісты і шукаць партнёрскі рекламны інтернет-пляцовкі. Даністі думку, Гомель – гэта гора, дзе приватны бізнес вітаюць. Настасія Кучынская, Ігор Марышенко, Телерадоя Кампанія Гомель. До першого Снежня, су святного дня боротьбы со СНИДом, у регіоне запанованы шарах профілактичных мероприемств. Одно з перших пройшло ў Гомеле. Медики і спеціалісты обласного центра гігіены, эпідеміології і громадського здоров'я провели пресс-конференцію для журналістів. Ахвярай хворобу можна стаць кожны, незалежна ад соціального статусу ці міста працы. За 10 місяців гэтага года на Гомельшене выявлено бороть за 600 новых выпадков ВИЧ-інфекції. Практично ў кожным з їх зараження можна було попярэдзить. Однак громадзяне доволі бяспешно ставяться до свайго здоров'я. А маль половы стых, хто захварэл, люди во взросте ад 40 годів. У вогалі ВИЧ-становчий статус у регіоне зараз мають бороть за 6 тисяч 700 жахароў. Гэта 40% адагульна колькості Україні. Рост выявляемости ВИЧ-інфекції среди старших возрастных груп, інфицированных преимущественно половым путем за счет категории рабочих. Вот это 39%. Вот эта тематика, которая сегодня остро стоит у нас на повестке дня. Если с молодежью мы научились работать, умеем работать, и мы видим результат 0,7%, это уже говорит само за себя, то вот категория рабочих сегодня, ну, нельзя сказать, что работа не проводится, она проводится, работа определенная, но здесь есть еще над чем работать. Мостный снегопад обрушився на Гомель. Умовы на дворе ускладнили дорожную обстановку. Так, на Полецком мосте в областном центре на первые дни было зафиксовано двойное дорожно-транспортное оздарение. Пошкоджение отримали одразу 5 аутон. Подробязанности у наших корреспондентов. Приклад на полове 8-й годины ранецы обильные снегопады закранули частку Гомельского и Будокошалевского района. И уже по стане на 10-й годин снежное покрово было больше за 1 сантиметр. Ничего надзвычайного в этом нема, прокомментировали дорожники. Для конца листопада это штатная ситуация. Во словах керовництва РУБ Гомель-Аутодар предприемство полностью готово до моцных опадков. Система видеоназирания ведет круглосуточный мониторинг за станом дорог и перемещением автомашин. При необходности на дороге выходит спецтехника, к обочистить полотно и опрацевать с упрость гололедными сумесями. Для работников дорожных служб сегодняшняя ситуация – это обычная ситуация. Судя по информации наших GPS-навигаторов и видеонаблюдения, можем сказать, что в районах Будокошалевском районе, Гомельском районе техника полностью нашей филиалу выехала на обработку противоголовных материалов и устраняет скользкость. Уже были сильные осадки. Они составляли до 10 сантиметров за 6 часов. Это достаточно считается по нормам сильной осадки. И мы с ними достаточно успешно справились. В первые хвилины снегопаду дорога становится непредказально слизкой. Необдуманные деньги водителя у лихачев могут обернуться неприемным здарением. Так, с соня до 13-ти годин дня у Гомеля отбылося 18 дорожно-транспортных здарения. У сумную статистику да и пополнили сутыкнений, связанные как раз с порушением интервалу по межтранспортными сродками. На Полеском мосте у Гомеля до приклада по ланцужку отразу три машины уехали у две инши, якие до этого уже выставили аварийный знак. Уличивающие несприяльные умовы на дороге, супрацовники державтоинспекции нагадывают водителям о правилах, поводенных в складанных умовах. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и терпеливыми на дорогах. Соблюдайте такую скорость и интервал движения, чтобы избежать резкого торможения. А если все же требуется замедлить ход, делайте это очень осторожно, дабы избежать заноса. Межтым небезпеку для пешеходов представляют слизкие тротуары и переходы. Державтоинспекция звертается и до этой категории удельников дорожного руху с просьбой памятать про светлооббивальные элементы в темный час суток. На удень навод на зеленый сигнал светлофора не спешаться переходит в проездную участку. По информации областного гидрометеоцентра, на этом тыдне прогнозуется понижение температуры поветра. Будет от нуля до минус 5 в день и коля 6-8 градусов мороза в ночи. А в ночь за вторка на сираду при прояснениях слупок термометра в особных районах опустится до минус 15 градусов. На большие часы территории в области что день чекаются снег и мокрый снег с дождем на дорогах заховается гололёдица. Наталья Игнаценко, Максим Савин и Гармарышенко. Телерадио компания «Гомель». В Кармянском районе прошли полевые испыты хартов. Мероприемство оказалось международным. У делу им приняли аматоры собаководства с Беларуси, России и Германии. За полеванием безброи назирали наши корреспонденты. Головная задача таких испытов – проверить рабочие якости собак. Это не просто домашние живелы. Средо дельников с поборництва удеющие чемпионы России и Европы. А про таго на гетерасу Кармянский район привезли ирландского ваукадава. У споборництвах он ничем не горш. Увогули неколе полевание с хартами называли царским. Протки этих собак были вядомые еще за 4000 годов до нашей эры. С того часу они крыху змянились, але по ранейшему высоко ценятсяся род специалистов и аматоров. Проблема полевания с хартами у отсутности отповедной сдобычи. У большинства краин Европы таких же зайцовых лиц практически не засталось. Тем более приемно, коли отремливается не просто выйти на поле, а ли вернуться с трофеем. Собаку Маргариты Антоновой зовут дорогий сябр Соколик. На кормянщине он у першиню зловил зайца. Мы рады все, безусловно, потому что зайц красивый, такой 4 килограмма 800 граммов был пойман нами. Большость привезенных на испыты хартов живут у звычайных шмат поверховых домах. Их господары кажут, что это вельми спокойные собаки. Агрессия у относенных до человека увогули лечится браком породы. Марина Кирбитова с Санкт-Петербурга ведает об хартах усе. Я есь оброу зовут Рысь и заповедная Мара. Собаки очень спокойные и в квартире их практически незаметно. То есть они заходят, их даже не видно. Ложатся, лежат, все. А вот на улице, конечно, осознаешь всю мощь русской борзой. На испыты хартал у кармянском районе отвели 5 дзен. Представники областной организации белорусского товарыства поляуничих и рыболовов подлечили. За день удельники испытал уробили до 25 тысяч кроков. Это коля 18 километров. На жаль, саправдное палевание с хартами сегодня на Уратце можно убачить. А вот палевые испыты этих грациозных собак у минулая пакульня дышли. Может быть, потому что вот эта перевозка именно животных влияет. Как правило, они пользуются нашими услугами, собаки, егерской службы. Со своими редко. На испытания, да. На испытания, на чемпионаты к нам приезжают со своими собаками. Олег Сенцюров, Сергей Нигеревич и Евген Макеенко. Телерадио-компания «Гомель», Кармянский район. У Гомеля прошел региональный кастинг на уделу международного фестиваля «Славянский базар» у Витебску. Отбор проходил по двух номинациях. Конкурс ваканавцев эстрадной песни и детячий музычный конкурс. С удельниками познайомилась Ганна Корольчук. На этом конкурсном этапе жюри выбирают пять дорослых и пять юных удельников из разных регионов Украины. Спеваки представляют по две песни – белорусского автора на белорусской мове и песню на выбор, якая б добро показала выкональницкое майстерство. Доред, что все претенденты мают вопыт концертных выступлений. Занимаюсь вокалом уже где-то пять лет, а так вообще занималась в музыкальной школе по классу скрипки. И никогда даже не задумывалась. Но потом начала пробовать, и мне как-то это очень понравилось. Есть коллектив, называется «Young Beavers». Мы участвовали в «Сошком шлягере», заняли там второе место. Это кавер-бэнд. Удел у фестиваля, а тем больше поспеховы, даева канавцам путелку на великую сцену. Тому члены журы старанно выбирают тых, хто вартыг этого шансу. А кроме непосредновокальных дадзинах, звертают увагу на выбор репертуару, тоя, на кольки песня падыходзіць в канавцу. Мае значэння навать працяглась выступлення. Яна не павінна перавышаць четырёх хвілін. Народный артыст Беларуси Василь Раинчак признаецца, што выбрать одного перамошцу простее, чем вырашыць, хто выступил горш за інших. Очень удивила маленькая девочка, которая спела песенку про кошечку. Просто очень удивила, мне понравилась. Она самая маленькая, и вот было очень уютно её исполнение именно этой песенки. Вторую они придумают что-нибудь. А из взрослых мне очень понравился, как всегда, ваш парень, который поет баритон. Для наступного этапу обранные конкурсанты повинны отправить видеозаписи двух песен у Министерства культуры. У студзене – экспертная группа, выберы из усіх претендентов по 10 выканавців у кожной узростовой категории для вращального национального отбору. Ганна Коральчук, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гомель». У православных распадшався калядный пост. Он продолжится 40 дней до 7 студзеня и рыхту и верненьку до свято Рожства Христова. Калядный пост инакш называется Пилиповым у гонора апостола Пилипа. Лишится, что он потребный, как очистить себе перед пришествием Збавителя на землю. При этом калядный пост не такие строгие, як великий Теуспенске. Заборонены мясные и молочные продукты, яйки, сыр. У понеделок, сяроду и пятницу нельга уживать рыбу, вино и аллей. Однако у остатние дни можно рыхтовать ежу на аллее. Рыба дозволяется у субботу и неделю, а так само у дни церковных святов. По христианских традициях пост целесный супроводжается духовным. Это молитва, покаяние, устремание адрозных спокус и дарование кривдов. Нужно подготовиться к исповеди и причастию. Есть специальные молитвы, которые перед этим читаются. И самое главное, настроенность духовная должна нас подводить именно к самому празднику Рождества Христова. Вот на это нам отпущено 40 дней. Это так само инши новини вы можете знайсти на нашем официальном сайте по адресі www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершенный. У студии працював Явген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин